МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Завершились выборы в Госдуму и местные законодательные органы власти. Как проходило голосование в Сарове? Сохраните приумножить. Ежегодно в 3-е воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники леса. Игровые площадки и мастер-классы на лыжной базе прошел праздник, посвященный 30-летию Центра внешкольной работы. Далее расскажем обо всем подробно. Состоялись выборы в Государственную Думу 8-го созыва. Впервые они проходили 3 дня – с 17 по 19 сентября. До этого такой формат использовали во время голосования по поправкам Конституции. За депутатские мандаты боролись представители 14 политических партий. Голосование проходило по смешанной системе. Половина нового состава Нижней палаты парламента избирались по одномандатным округам, другая половина – по партийным спискам. В некоторых регионах также избирали губернаторов, депутатов местных ЗАГС-собраний, глав городов. Жители шести регионов, включая Нижегородскую область, могли проголосовать как на участках, так и онлайн. По информации ЦИК на выборах, в Нижнюю палату Федерального парламента по тем или иным причинам признали недействительными 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах. За три дня голосования явка в Сарове составила более 53%. Это не считая электронного голосования, в котором приняли участие еще около 9% от общего числа избирателей. Часть жителей, как всегда, голосовала на дому. После обеда к тем, кто по состоянию здоровья не мог лично прийти на участки, отправились члены участковых избирательных комиссий. Члены комиссии в средствах индивидуальной защиты отправляются на дом к людям с ограниченными возможностями. Там они берут с собой опломбированный переносной ящик, который запечатывается в присутствии наблюдателей и всех желающих специальными пломбами. В этом году избирателям предстояло заполнить 4 бюллетеня, поскольку выбирали мы как представителей в областное ЗАГС собрания, так и в Государственную Думу. Результаты следующие. По выборам депутатов законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва. По одномандатному округу победил действующий депутат Юрий Якимов. По единому округу у партии «Единая Россия» 48,9%, КПРФ 19,25%, партии «Справедливая Россия за правду» 9,55%, ЛДПР 7,04%, партии «Новые люди» 5,53%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. В Сарове партия «Единая Россия» набрала чуть менее 34% голосов. По выборам депутатов в Государственную Думу. В Госдуму «Единая Россия» набрала 49,84% голосов, КПРФ 18,96%, «Справедливая Россия за правду» 7,43%, ЛДПР 7,5%, партия «Новые люди» 5,33%. По одномандатному избирательному округу победил Евгений Лебедев. Дачную амнистию планируют продлить до 1 марта 2031 года. Как сообщает известие, в октябре Госдума 8-го созыва рассмотрит законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Эту информацию подтвердили в комитетах Госдумы 7-го созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по гостроительству и законодательству. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В городской администрации состоялось заседание комиссии по предоставлению поддержки гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. По его итогам поддержку окажут четырем семьям. Одной семье предоставят субсидию в размере 11 540 рублей в месяц на полгода. Три человека получили поддержку на период поиска работы и в случае трудоустройства в течение полугода получат аналогичную сумму повторно. Более подробная информация об условиях заключения социального контракта по телефонам Управления социальной защиты населения 98134 или 98129. В Нижегородской области стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24-м общеобразовательным предметам. Олимпиада состоит из четырех этапов школьного, муниципального, регионального и заключительного. Школьный этап по информатике, астрономии, биологии, математике, физике и химии пройдет в онлайн-формате на платформе образовательного центра «Сириус». Принять участие в олимпиаде могут ученики 4-11 классов. Убедители и призеры заключительного этапа олимпиады смогут поступать в вузы по диплому, который действует 4 года, а также получит шанс представлять страну на международных олимпиадах. Теперь волонтерам переписи могут стать лица, достигшие 16 лет. Заявку на участие можно подать до 30 сентября. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 15 ноября. Задачи волонтеров – работа в стационарных переписных участках в МФЦ, информирование о проведении переписи населения, консультации в выездных переписных участках. Волонтеры пройдут специальное обучение, получат экипировку и питание во время смен, а самые активные получат ведомственную медаль Росстата. Подробности в группе «Ресурсный центр добровольчества» Саров ВКонтакте. Каждое третье воскресенье сентября в России отмечают День работника леса. Этот довольно молодой праздник появился на рубеже 70-80-х годов прошлого века и приурочен к принятию лесного законодательства. О порой непростых буднях защитников нашей природы расскажем далее. Особенность нашего закрытого города – его природа. Он буквально утопает в мордовских лесах, защищать которые задача не из простых. 19 сентября в стране чествуют тех, чью призвание – защищать и приумножать наши зеленые богатства. О работе Константина Амельченко мы уже неоднократно рассказывали в своих репортажах. Но в этот раз тема для беседы была не самой приятной – лесные пожары. О том, как горели мордовские леса, еще в 2010 году Константин Леонидович знает не понаслышке. Сам был на передовой. И в 2010 у нас лес прекрасно остался живой на границе КСП. Но по ту сторону он прошел чудом, значит, все там сгорела техника. Я сам в это время тоже в заповеднике был чудом, остался жив. Если вы верховой, знаете, что техника вся сгорела. Вот выше межжелезодорога и 6-7 застава, то, что техника была, она сгорела. На этих тратарах я там опашку делал. За проявленное мужество Константина Леонидовича позднее наградили медалью за отвагу. Прошли годы, и история повторилась. Пожары вновь башевали на территории заповедника. Основная причина их возникновения, по мнению Лесничева, – сухостой, который там не убирали годами. Эти 11 лет практически лес стоял в сухой заповеднике. Особенно сосна надолго стоит. Но лиственные, еловые, они раньше выпадают. И масса, сотни тысяч кубов лежала и висела в воздухе. Получалось, как торт. Стоит сушняк внизу и плюс милятник. В период пожаров работать приходилось в изнурительном графике. До поздней ночи и без выходных. Во время интервью Константину Леонидовичу мешал говорить кашель. Говорит, надышался смога. Саровские леса удалось уберечь, потому что здесь регулярно принимают профилактические противопожарные меры. Мы отобрали делянки первые и скоро начнем потихонечку расчищать лес. Мы даже не то, что сам лес, мы даже мусор убираем. У нас есть запланированное принятие по уборке мусора. Сухостой валеж мы и население отпускаем за определенным заявлением. Потом будем по купленным продажам, организациям или частникам тоже продавать лес. Сейчас городское лесничество испытывает острую нехватку кадров и будет рады всем желающим, кто решится встать на защиту легких нашего города. С 20 по 24 сентября в Нижегородской области пройдет неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники Саровской госавтоинспекции вместе с педагогами и воспитателями проведут в образовательных учреждениях различные профилактические мероприятия и напомнят ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах. Здесь будут требования правил дорожного движения в части, касающиеся использования свето-возвращающих элементов, перехода проезжей части дороги, проведения на проезжей части для того, чтобы избежать дорожно-трассных происшествий с их участием. 27 сентября в регионе стартует декатник по безопасности дорожного движения «Засветись». До 7 октября педагоги и сотрудники ГИБДД будут проводить обучающие занятия с детьми. Научат юных пешеходов правильно использовать свето-возвращающие элементы на одежде, портфелях и сумках. Также сотрудники госавтоинспекции проверят работу уличного освещения в районе образовательных организаций и по маршруту следования детей «Дом-школа-дом». На лыжной базе прошел праздник, посвященный 30-летию Центра внешкольной работы. Для саровчан работали игровые площадки. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Яркие костюмы, ростовые куклы, задорные песни и танцы – так отметил день рождения Центр внешкольной работы. Этой осени он отмечает юбилей – 30 лет. Для жителей города на лыжной базе педагоги и ребята подготовили насыщенную праздничную программу. Мы организуем интерактивные площадки, которые будут работать для горожан. Будет работать сцена, и наши творческие коллективы покажут, на что они способны. Ну и, конечно, одна из целей еще не просто показать себя, но и привлечь еще других ребят, которые еще, может быть, не пришли к нам, но буквально в понедельник побегут в наши клубы. Все желающие смогли сделать футболку своими руками, поучаствовать в турнире по футболу и воркауту, пройти веревочные курсы, а также увидеть концерт творческих объединений. Многих ребят привлек военно-исторический городок клуб «Армир». Мы будем заниматься с ними военно-исторической реконструкцией и ролевыми играми живого действия, и дисциплинами, которые к этому прилагаются. То есть фехтование, стрельба из лука, исторические танцы, ремесленная деятельность, чтобы все это самим уметь делать. 30-летний юбилей – это повод подвести итоги большой работы, подумать о дальнейших планах и целях. За эти 30 лет Центр внешкольной работы уже многое сделал для города и горожан. У нас очень много ребят, которые стали лауреатами международных фестивалей и конкурсов. У нас есть победы в грантовых конкурсах. Кстати, надо сказать, в 2021 году волонтерский отряд «Акбар» получили президентский грант и сейчас реализуют свой проект, который рассчитан на горожан и на их питомцев. За всеми мероприятиями Центра внешкольной работы следите в группе ВКонтакте. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ежегодно в третью субботу сентября в мире отмечают День ответственного собаководства. Этот праздник призван напомнить всем, у кого есть собаки, что относиться к ним нужно с заботой и уважением. Подробности далее. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Эта фраза знакома многим, но, к сожалению, не все владельцы домашних питомцев придерживаются этого правила. Часто люди берут в дом щенка, не задумываясь об ответственности. А когда понимают, что не справляются, то выбрасывают на улицу или сдают в приют. «Когда люди берут, во-первых, я думаю, что, может быть, они изначально думают, что это игрушка. Игрушка ребенку, еще игрушка себе. Но это не игрушка, это все-таки живое существо. Поэтому, когда берете собаку, все-таки вы должны знать, во-первых, что это живое существо, во-вторых, что это живое существо будет жить 13-14 лет». Если вы все же решились завести четвероногого друга, то специалисты советуют правильно выбирать породу. В зависимости от личных предпочтений и характера. Также важно заниматься и гулять с собакой, чтобы она слушала команды и не хулиганила в квартире. «Часто берут даже породу ту, которая не подходит ни по характеру, ни по образу жизни. Перед тем, как взять, все-таки подумайте, во-первых, какого размера, какая шерсть. Потому что берут гладкошерстных собак, потому что у них почему-то нет шерсти. Ну, как нет шерсти? Шерсти есть». Также владельцам советуют стерилизовать питомцев, если они не планируют заводить щенков. Это не только сделает собаку спокойнее, но и в будущем обезопасит ее от различных опасных болезней. Если вы уже завели щенка и столкнулись с трудностями, не спешите с ними прощаться. Обратитесь за помощью к заводчикам или волонтерам Центра Акбар. И вам помогут найти общий язык с пушистым другом. День бега прошел в Сарове. Забеги проходили на трех стадионах. Города юниори, икари и лыжной базе. В мероприятиях участвовали воспитанники детских садов, школ, студенты Саровского государственного физико-технического института, политехнического техникума, медицинского колледжа, военнослужащие и сотрудники предприятий. Подробности в следующем репортаже. Спорт – отличный способ справиться с осенней хандрой. День бега Кросснации 2021 на лыжной базе объединил любителей здорового образа жизни. В традиционном спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов, школ, военнослужащие, сотрудники организации города, а также все желающие саровчане. Сегодня мы стартовали с 9 часов утра в разных точках нашего города, на разных спортивных объектах. Это и стадион юниор, и стадионный кар, и лыжная база, и стадионы школьные. Все участники забега получили стартовые номера с эмблемой Кросса нации и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Школьники пятых-восьмых классов пробежали дистанцию в два километра. После этого все желающие смогли поиграть на площадках центра внешкольной работы. Несмотря на то, что погода уже осенняя, мы видим, что люди, в принципе, радуются тому, что они вышли на свежий воздух, тому, что они общаются друг с другом, тому, что можно в очередной раз зарядиться энергией. День бега ведет свою историю с 2004 года, и всегда этот праздник – отличный повод получить заряд положительных эмоций и провести время с пользой для тела и духа. За спорт, спорт, жизнь, побегать, проверить себя. Для меня этот день значит, что можно прогулять уроки, побегать и получить удовольствие. Завершили День бега на лыжной базе студенты города, а на финише все участники получили небольшие сувениры. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова